Привет, город! В студии на набережной с вами Янтеля Хорошилова и команда Сигмы. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь над убитом. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Удивлены, почему я вдруг заговорила строчками, которые знает каждый россиянин. Все просто, сегодня исполняется 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. А еще 6 июня это день русского языка. Пушкин оставил нам великое творческое наследие. К одному из них мы еще вернемся в нашем выпуске. Давайте смотреть новости четверга. Мы начинаем. Дмитрий Артихов участвует в Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в эти дни. Он выступил на пленарной сессии «Генетика как ключ к новым возможностям в сохранении здоровья» и рассказал о том, как высокие медицинские технологии меняют жизни Ямала. В округе с 2020 года работает программа по неинвазивному перинатальному тестированию беременных, которая позволяет определить хромосомные патологии на разных сроках без медицинского вторжения в организм женщины. Значительно уменьшилась тревожность будущих мам, потому что на раннем периоде очень точно врач говорит, что у вас все в порядке. Мне кажется, все понимают, что в этот период жизни получить такой ответ от врача с вероятностью 99,9 это очень дорогого стоит. И повторюсь, у меня появилась точная и эффективная с точки зрения логистики пациента диагностика. С начала программы такое обследование прошли уже более 10 тысяч женщин. Количество ежегодных исследований выросло с 500 до 3000. Это позволяет снизить число медицинских вмешательств в организм будущих мам. Точность исследования 99%. Также в округе работают специальные программы по раннему диагностированию онкозаболеваний. Исследования уже прошли более семи сотен человек. Дмитрий Артихов рассказал о ямальских успехах и планах не только на форме в Санкт-Петербурге, но и на дискуссионных площадках Москвы. Новости округа в подборке далее. Новоуренгойские квартиры сравнялись по цене с жильем в Санкт-Петербурге. Квадратные метры в газовой и культурной столицах стоят теперь примерно одинаково. Об этом рассказал губернатор Янау на пленарной сессии пространства будущего Урала-Сибирский макрорегион. Она проходила на днях в павильонах ВДНХ. Артюхов отметил, что такой рост цен – это определенный вызов. Новоуренгой развивается быстрыми темпами и запросы на жилые площади тоже растут. Удовлетворить этот спрос – важная задача для региона. Еще одна новость с московской пленарной сессии. На Ямале намерены добраться до 2 триллионов кубометров газа. Об этом также рассказал Дмитрий Артюхов. В округе создадут все необходимые условия для добычи трудноизвлекаемых запасов газа в Надым-Пуровском районе. Общий объем залежей там, по примерным оценкам, может достигать заявленных 2 триллионов кубометров. Эта северная часть округа и в целом центры добычи газа на Ямале будут смещаться на север, что потребует создания инфраструктуры и применения новых технологий добычи. Ямальские зарплаты выросли на 24% с начала года и даже превысили ожидания соискателей. Об этом сообщает портал fithunter.ru. В мае средний размер заработной платы в округе достиг 98 200 рублей, а в анкетах ямальцев, которые ищут работу, средний желаемый уровень зарплат – это 90 000 рублей. Самые высокие показатели в таких сферах, как медицина, высший менеджмент, туризм и финансы. Предлагаемые зарплаты для специалистов в этих направлениях выросли более чем на 30%. Трасса на Дымс-Алихард полностью перекрыта до 6 утра 8 июня. Ограничения связаны с работами на газопроводе, которые проходят рядом с дорогой. Ремонт проводит компания «Газпром Трансгаз Югорск». Это первый этап работ. Второй этап пройдет 13 и 14 июня. В эти дни трасса на Дымс-Алихард также будет закрыта. Сотрудники Ямальской железнодорожной компании совместно с госавтоинспекторами провели профилактический рейд, направленный на обеспечение безопасности пешеходов и водителей на ЖД-пытях. В Новом Уренгое через рельсы проходит несколько переездов и переходов в разных частях города. Это зона повышенной опасности. Поезд – не тот транспорт, который может экстренно затормозить перед неожиданным препятствием. Некоторые из переездов оборудованы автоматическими барьерами и камерами видеонаблюдения, которые помогают находить нарушителей. Водителям раздали обучающие памятки с информацией о статистике правонарушений на путях. Основную опасность представляет столкновение авто с подвижным железнодорожным составом. Есть шлагбаум, есть плита УЗП. У нас сначала загораются огни светофорные, потом у нас опускается шлагбаум и потом через 8 секунд поднимается у нас УЗП следующее. То есть в какой-то момент огни, когда уже засветились, проезжающие транспортные средства игнорируют их показания, пытаются проскочить, начинается опускаться шлагбаум. И то есть обычно это длинномеры, цепляются где-то там уже прицепом, ну так сказать. И вот он повреждает, а при повреждении шлагбаума, то есть автоматика, она его уже не видит. Ну, переходим на ручной режим управления. Для нового Уренгоя 6 июня – это не только день рождения классика. У нас, жители газовой столицы, есть еще один повод считать эту дату особенной. Почему? Расскажем в подборке городских новостей. 6 июня – важная дата для нового Уренгоя. В 1966 году в этот день забил первый фонтан природного газа с уренгойского месторождения. Спустя два года газ Уренгоя начали добывать в промышленных объемах. Это дало толчок развитию не только нашего города, но и всего региона. Событие изменило нефтегазовую отрасль страны и сыграло большую роль в истории Ямала. Ново-Уренгойская станция скорой помощи разместила в своем телеграм-канале «Гневный пост». Жители города упорно продолжают парковаться возле шлагбаума, перекрывая единственный въезд для спецтранспорта. Дело дошло уже до того, что поперек проезда стала целая фура. Медики напоминают, что в работе скорой помощи важна каждая минута. И на объезд припаркованных у шлагбаума больницы машин уходит время. Оставляйте машины на специальной парковке. На кону здоровье и жизни людей. Юные новоуренгойские спортсмены привезли домой три награды с масштабного турнира по танцам, который проходил в Анапе. Агния Новенькова и Данил Востриков завоевали серебро среди юниоров в группах «Латино» и «Открытый класс» и в европейской программе. Анна Вострикова стала бронзовым призером в классе «Соло-дети». Ребята занимаются в танцевально-спортивном клубе под руководством Елены Попенко. В турнире участвовало более тысячи танцоров из 14 регионов страны. Глава города Андрей Воронов приглашает новоуренгойцев на субботник. 7 июня наводить чистоту на улицах газовой столицы планируют сотрудники администрации, предприниматели, коллективы компаний, работающих в городе. Бизнесменов призывают прибраться возле своих офисов. К субботе, кстати, обещают потепление до 6 градусов. Привет! Меня зовут Алексей Власов. Я работаю урологом уже 11 лет. Вижу, вы немного напряглись. Понимаю, многие до сих пор нас боятся и пропускают профилактические осмотры. А ведь это давно не больно и не страшно, потому что мы в поликлинике «Скани» используем самые продвинутые методы диагностики и обследования. А если нужно лечение, лечим на современном и эффективном оборудовании. Быть здоровым – значит чувствовать желание жить и заботиться о тех, кто рядом. Приходите в «Сканер» и обследуйтесь вовремя. Депутаты Госдумы разработали проект закона об отмене ЕГЭ. Парламентарии считают, что единый госэкзамен негативно сказывается на психическом состоянии детей. Подробнее в обзоре новостей нашей страны. В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ. Депутаты предлагают заменить его на традиционные госэкзамены, потому что ЕГЭ сильно ударил по психике детей. Последние события вокруг ЕГЭ – от публичных скандалов до откровенных трагедий – обязывают еще раз предметно вернуться к вопросу отмены единого госэкзамена в пользу прежнего традиционного формата итоговой аттестации школьников, заявил депутат Госдумы от ЛДПР, инициатор и один из авторов проекта Ярослав Нилов. Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2025 года. ВОЗ сообщил о первом в мире случае заражения человека птичьим гриппом АН5Н2. Вирус обнаружен у жителей Мексики. 17 апреля у мужчины появились лихорадка, диарея, тошнота и общее недомогание. Спустя неделю его госпитализировали. Мужчина скончался 24 апреля. Образцы, взятые у 29 человек, которые контактировали с ним, показали отрицательный результат. Новых случаев заражения птичьим гриппом не зарегистрировано. Риск распространения болезни среди людей ВОЗ расценили как низкий. Природоохранные расходы предприятий в 2023 году достигли 1 триллиона 300 миллиардов рублей. Сеть Финэкспертиза подсчитала. Это на 17% больше, чем годом ранее. Больше всего в России на экологию тратят обрабатывающие производства. Самые большие расходы в этом срезе у Красноярского края, Москвы и Подмосковья. А минимальные у предприятий Ингушетии, Дагестана и Калмыкии. На втором месте сфера водоснабжения и утилизации отходов. На третьем – добыча полезных ископаемых. 6 июня ЦБРФ выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную сказке о царе Салтане. Выпуск монеты приурочен ко дню рождения Пушкина, сообщает пресс-служба Банка России. Боковая поверхность монеты рифленая. На оборотной стороне рельефные изображения князя Гведона и царевны Лебеди. Берега с набегающей волной. Сияние вокруг головы царевны выполнено с эффектом интерференции света. Тираж – 5000 штук. Сборная Роспан Интернешнл впервые в истории предприятия завоевала призовое место в общекомандном за счете корпоративных соревнований. По итогам зонального этапа 19-х летних спортивных игр Роснефти представители Нового Рингоя взяли третье место. Соревнования проходили с 29 мая по 3 июня в Краснодарском крае. Они объединили около 300 спортсменов из Ямала, Башкирии, Оренбургской области и других регионов присутствия компании «Роснефть». Участники состязались в 12 видах спорта. Среди них мини-футбол, баскетбол, силовое двоеборье, шахматы, бильярд, пулевая стрельба, перетягивание каната. Первые места Роспановцы заняли в настольном теннисе. Олеся Филипенко и Юрий Парамонов сыграли в общей сложности 24 игры и не допустили ни одного поражения. Золото завоевали и команды легкоатлетов. Павел Савин, Никита Карманчук, Андрей Ващенко и Ирик Танзиддинов, Юлия Гаврилова и Анна Буртан принесли команде бронзу в эстафете на 500 метров. Ярким завершением игр стали соревнования по перетягиванию каната. Здесь работники Роспана завоевали третье место. Зональные этапы летних спортивных игр «Роснефти» продлятся до 28 июня. Они проводятся в девяти городах. Это яркий пример популяризации и поддержки массового спорта, который становится трамплином для высоких достижений. У крошки овцебыка, которому выбирали кличку «Всем Ямалом», появилось имя. Из финальных предложенных пяти вариантов большинством голосов выбрали Николаич. В честь Николая Мишанова, смотрителя природного парка «Ингелор», которого теленок принял за родную мать. А сейчас наш информационный блок продолжит программа «Патруль». У меня же все новости к этому часу. Не болейте и берегите себя. До встречи в эфире. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»!